Всем привет! Что хочу сказать? Маленькие подносы на Валберес продаются достаточно неплохо. Вот, кстати, статистика. Но я думаю, что пришло время расширять ассортимент. И сегодня мы будем делать новое изделие для продажи на Валберес. Как обычно, большинство идей мне подкидывает жена. Так что в этот раз, как и в прошлый, мы будем делать изделие для кухни. А точнее, мы будем делать ящик для специй и чаев. Но для начала давайте перенесемся на мой компьютер, где я покажу, как я сначала моделирую, создаю, рисую и делаю управляющую программу для ЧПУ. Итак, первым делом, с чего я начинаю, так это с визуализации модели. И начинаю ее с программы SketchUp. Итак, так, нет, стоп, это QR-код на мой Telegram-канал. Так, где она? О, а это моя страница на Boosty. А, ну так вот он, SketchUp. Вот такая коробочка, внутри будут перегородки. Размер, я надеюсь, будет видно на экране. Толщина стенок коробки 9 мм. Вот так выглядит коробка в разобранном виде. И, по сути, у нас есть дублирующие детали. Это длинная стенка и короткая. Собственно, их мы и будем вырезать на ЧПУ. На одном из старых ковидных стримов я, в принципе, демонстрировал, как работать в программе SketchUp. Но, если вам интересно, то можете написать об этом в комментариях. И я сделаю более-менее подробный ролик о том, как в ней работать. И для этого мы переходим в программу CorelDRAW, в которой мы будем рисовать векторный файл. Как же он будет выглядеть? По сути, это совмещенные две детали в одну. Первая часть – это длинная стенка. И вторая – короткая. Работа на ЧПУ будет проводиться в три этапа. Первый этап – это выборка пазов для внутренних перегородок и дна коробки. Второй этап, или третий, я еще не определился. Но, в общем-то, нужно сделать вот такие три вертикальные полоски. Вырезаться это будет все конусной фрезой под 90 градусов. Соответственно, все четыре стенки коробки будут склеиваться на уз. И последний этап – это две горизонтальные полосы, на которых, собственно, и держатся стенки в нашей заготовке. И, в принципе, на этом все. Мы можем переходить в программу ArtCam и создавать управляющую программу. Ну, а я перехожу в мастерскую. Как раз остался вот такой кусочек клёна. Для начала отправляемся на ленточку. На туганок. Рейсмус. Так, ну и в процессе подумал, что нужно сделать два варианта для наглядности. Первый будет из цельных ламелей, вот уже нарезанная. И второй вариант – нужно будет склеить маленький щит. Потому как, скорее всего, есть у меня такое подозрение, что цельные ламели, скорее всего, в готовом изделии начнёт изгибать во все стороны. Поэтому буду делать ставку именно на склеенный щит. А теперь надо его склеить. 9 мм. Всё, заготовки у нас нарезаны. Как напоминаю, у нас два варианта. Одна – цельная ламель, другая – склеенная в щит. Посмотрим, какая лучшая. Можно прикручивать. И первый этап выборки я буду делать вот такой 4-х миллиметровой прямой концевой фрезой. Текст попёрли. Теперь буду ставить вот такую конусную фрезу на 90 градусов. Кстати, все вот эти фрезы я покупал на сайте Savings Name, где и ЧПУ. Что ж, попробуем, протестируем. Запускаем. Надо бы убрать саморезик. Вот здесь я пожалел шпиндель и поставил подачу процентов на 40 поменьше. Слушайте, ну, видимо, да, шпинделю, конечно, тяжеловато, но, в принципе, вполне себе справился. Ничего не прыгало. Так, ну, нам ещё нужно проверить это при сборке. А теперь меняем обратно на прямую фрезу. Всё-таки я выбрал не ту последовательность. Я сначала вторым этапом прошёлся под 90 градусов, и теперь я не могу, поменяв фрезу, определить нулевую точку. Поэтому пришлось смещаться, определять нулевую и возвращаться обратно. В следующий раз попробую по-другому. По итогу я выбрал вариант, где после паза я вырезаю горизонтальные полосы и завершаю всё фрезой под 90 градусов. Ну, а также добавил 8 перемычек, чтобы не держать в процессе работы это всё руками. Ну, и последнее, что осталось, это дно и перегородки. Ну, с перемычками куда лучше и безопаснее. Ну, теперь надо их как-то зачистить и не переборщить. Ну, в общем-то, всё сходится. Так, в принципе, да. Ну что, похоже, остаётся шлифовать и склеить весь короб. Ну, а склеивать буду... Склеивать, стягивать, дебил. Вот такими клёвыми струбцинами ременными от фирмы Стэнли. Ещё ни разу не пробовал им пользоваться. Вот как раз протестим. Упаковка на славу. Так, клеить будем. Клеить. А, ну да, клеить. Тайтбондом, только вначале я проклею ещё малярным скотчем, чтобы клей не выступил наружу. Так, последнюю отклеиваем. Разворачиваем. Мне нужна кисточка. Спасибо за понимание. Упаковка на славу. Паркена, скамье Паркена, скамье Подчищаем швы и оставляем это до завтра Если что, сейчас 7 августа, воскресенье, 7 утра Снимаем штрубцины Вот какая дилемма Коробочка, которая из цельных ламелей Это ничего не значит, просто говорю Один из углов у нас не сошелся И, соответственно, после шлифовки появляется вот такое неровное соединение В теории я ведь могу сейчас зашлифовать вот эту сторону Чтобы угол сходился ровно Но внутри-то он все равно будет расходиться Но даже где-то в ровных углах, в идеальных углах Ты начинаешь шлифовать И если чуть передержишь, то сразу появляется торец второй стороны И, соответственно, надо еще там шлифовать Это может быть бесконечно Ну ладно, все равно я сейчас дошлифую Покрою маслом И вердикт Е-мое, я же забыл Я же хотел еще ножки добавить Клей на космофен И активатор Заканчивается Итак, что касается двух вариантов Цельные ламели и щит В принципе, разницы никакой нету Пока что Если вдруг что изменится В телеграм-канале я все расскажу Но Хотя, в принципе, это уже не актуально Потому как я позавтракал и подумал Производство таких коробочек серийно Достаточно муторно Так что, скорее всего, я пока что отложу ее в сторонку Одна пойдет к нам на кухню Другая на сувениры Возможно, у вас есть какие-то идеи Которыми вы хотели бы поделиться Так что пишите их в комментариях Ну что ж, будем думать Ну а на этом все Если видео вам понравилось То ставьте лайк Подписывайтесь на канал И увидимся в следующем ролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok